Всё кончено. Мехмед, Кемаль, хватит уже глупости нести. Секундочку, что ты вообще говоришь? Что это вообще значит? Я не поняла. Кемаль шутит, папа. Это ужасная шутка. Да какая шутка? У нас с Хантом не будет свадьбы. Это правда. Кемаль, пожалуйста, молчи. Пускай говорит, доченька. Поймём, что происходит. Говорить не о чём. Всё и так очевидно. Не надо зря всё планировать. Мехмед, Кемаль. Я тоже не хотел бы этого, отец. Я ранее собирался тебе сказать, но Хантом не мешала. Сказал, я само скажу. Но она не смогла. И я решил сказать вам поскорее, пока вы всё не спланировали. Не надо зря тратить силы. Этой свадьбы не будет. Здоровья ручекам твоим. Всё получилось очень вкусно. Приятного аппетита. За твоё здоровье. Впервые это словосочетание «действительность» со смыслом звучит для меня. Да, сестра. Джинейт, где ты? Скорее приходи. А что случилось? Не спрашивай, говорю же, немедленно приезжай. Ладно, приеду сейчас. Что происходит, Илдис? Назирея, не вздумай выходить из кухни. Там такие ужасы происходят. Папа может взорвать тебя заживо. Ладно, ладно, выходить не буду. Где же там скорая-то застряла? Давайте на машине отвезем. Жалко же умрёт. Подождите, не трогайте её. Может быть внутреннее кровотечение. А куда доктор-то делся? Ещё раз позвоните в скорую. Что случилось? Не могу поверить. Что случилось? Почему ты резко встал? Понять не могу. И ты не поел. Скажем так, это будет моим долгом. Я тоже не понял. Сестра позвонила. В доме всё завертелось. Нужно идти. Ладно. Увидимся. Увидимся. Что происходит, Тунь? Что происходит, господи, а? Что происходит? Боже, я с ума сойду, я с ума сойду. Где тебя носят? Что происходит? Мало оставалось, Эйлюль. Мало оставалось до того, чтобы все закончилось. Хандан, что он говорит? Это правда? Папа, Кемаль не в порядке. Хандан, хватит. Со мной вполне все нормально. Я не сошел с ума, и ты прекрасно это знаешь. Кемаль, я прошу тебя, не надо. Хандан не понимала, насколько я серьезен. Она очень задержала решение, которое было принято. Я молчал из-за уважения ко всем этим годам. Хандан, что ты несешь вообще? Господин Джундар, прошу, секунду. Закрой рот. Хватит уже. Ты сказал, что хотел. Ты нас позоришь. В этом твоя человечность. В этом, что ли? Кемаль, пойдем-ка. Оставь меня, Ферман. Говорю же, пойдем. Боже, мне становится очень плохо. Сизи, дорогая. Что это за позор такой, господин Усман? Вы из-за этого, что ли, нас сюда позвали? Мы пришли сюда, чтобы свадьбу обсудить. А ваш сын устроил такое безобразие нам. Вы правы, господин Джундар, но я не знал. Очевидно, что между ними произошло какое-то недопонимание. Все наладится, мы тоже им поможем. Пожалуйста, простите. Мы не знали. Ты знала? Мехмед Кемаль, немедленно иди сюда. Мехмед Кемаль, немедленно иди сюда. Боже мой. Интересно, что случилось? Боже мой, что там происходит, а? Фериде. Фериде. Что это с тобой случилось? Что здесь случилось? Что это за пазар? Сузан, мы уходим. Господин Джундар, пожалуйста. Дети невежественно поступили, но между собой можем поговорить и все уладить. Пока они в таком состоянии, что мы можем сделать, госпожа Зухре? Они же говорят, все кончено. Раз все докатилось до этого, дальше будет сложно. Очень жаль, очень жаль. Мы, Хандан, вам доверили. Мы доверились вашему сыну, но мы сильно ошиблись. Все, наладится, госпожа Сузан. Никто не собирается расставаться. Я не позволю никогда таким глупостям произойти. Мехмед, Кемаль, немедленно иди сюда, я тебе это говорю. Что ему все еще нужно, а? Кемаль, успокойся. Сестра, оставь меня в покое. Какие бы ни были проблемы, нужно все решить наконец, я не боюсь. У меня есть ответ на все вопросы. Кемаль, это ненормально то, что ты делаешь. Брат, а чего ты ждешь от меня? Внизу люди определяются со свадьбой. Кто я такой, кукла, что ли? Никто не говорит, что ты кукла. Ты просто успокойся немного. Не могу. Сестра, отойди. Да, отец. Я слушаю тебя. Сядь, нормально, все объясни. Что между вами случилось? В чем проблема-то ваша? Что это здесь случилось? Машина ее сбила и уехала. Мы вызвали скорую, но она не приехала. Но мы не хотели поднимать ее, мало ли, что случится. Вот, ждем скорую. Вы ее знаете? Помогите мне. Что вы делаете? Помогите. У нее может быть внутреннее крутичение. Помогите. Ферриде. Ты еще этому выродку лишние 50 тысяч, что ли, дал, да? Ты молодец, Тунч. Прекрасный план. Молодец. Эй, Люль. Что? Илья не права, что ли? Из-за какого-то пятикопеечного все планы могли быть испорчены. Но они не испортились. Не могу в это поверить. Ферриде с легкостью нашла квитанцию. Еще и пришла в компанию. Она настолько уверена была, что пришла туда, понимаешь? Подумай, что было бы, если бы ты не вмешался. Да я не хочу думать об этом. Ладно, все, хватит, все кончено. Эй, Люль. Он не стал так комфортно. Надеемся теперь на совпадение. И этот выродок селим так и будет невинно ходить, что ли? По улицам. Я знала, что этот выродок нам проблемно открывает. Он ничего не сможет сделать. Сядь, пожалуйста, ради бога. Нет. Ты не в себе, вот правда. Если она заговорит, мы умрем, Тунч, нам конец настанет. Квитанция у меня в руках. Она ничего не сможет доказать. Даже если заговорит, все зря. Феридея, открой глаза. Феридея, до больницы мало осталось. Феридея, не вздумай глаза закрывать. Ну же, ну же, ну же. Мы расстались. Свадьбы не будет. Конец, да? Все так, значит, Мехмед Кемаль? Слушай, ты на нее-то, посмотри, в каком он настоянии. В чем твоя проблема? Нет проблем, отец. Правда, известно. Не надо мне про правду. На самом деле, у нас нет никаких серьезных проблем. Такое со всеми парами бывает. Все исправится. Поверьте. Поверьте, все исправится. Хандан, молчи. Хандан теперь, наша дочь тоже. Это не только проблема между вами двумя. Это проблема всех нас касается. Это проблема, это тебе не игрушка, сынок. Нужно поговорить, договориться. Начальщик планирует свадьбу поскорее. Ты прав, отец. Это не игрушка, и мы не дети. Вы хотите, верьте, хотите, нет, но мы расстались, Хандан. И все кончено. Кемаль. Это моя жизнь и жизнь, Хандан. И мы расстались. Хандан тоже знает, что это решение никогда не изменится. Хорошо, но когда было принято это решение, что изменилось? Вы с самого детства были вместе. Да. И мы всегда будем рядом друг с другом, но только как друзья. Я не думаю, что мы подходим друг к другу, чтобы у нас была свадьба, чтобы мы были спутниками жизни. Нет. Я так не думаю. Хватит там уже унижаться. Вставай, Хандан. Пожалуйста, не надо. Доченька, он не хочет тебя видеть. Разве это сны того, чтобы плакать? Пойдем. Он просто сейчас не в себе. Он не в себе. Это ведь пройдет, да? Пройдет. Хватит уже говорить глупости. Пойдем, а? Кемаль, почему ты поступил так с нами? Господин Джентар, пожалуйста. Б初еста. Здравствуйте. Звучит тоже. Машина. Здравствуйте. Спасибо. Спасибо. Б autor. Когда я звонил тебе, сказал, что она опоздает или что-то такое? Я звонил, и она не берет трубку. Наверное, у нее какие-то задания в школе дополнительные. Не волнуйся, она придет. Я звонила в школу. Три часа назад закончить занятие. Наверное, с друзьями застряла где-то. Работает, видимо, много. Есть новости от Кемаля. Нет. Он сегодня собирался поговорить с семьей Хандан. А Хандан что, не рассказал своей семье, что они расстались? Нет, не сказала. Затягивает дело. Ну, то есть... Кемаль ее не любит, но... Хандан настойчивая. Что мне сказать, доченька? Ты сама все видишь и понимаешь. Надеюсь, хуже ситуация не станет? В этот раз... Я уже не вынесу этих страданий. Да, дорогой. Мне нужно расписаться. Хорошо, но они согласятся. То есть получится. Хорошо, дорогой, распишусь, ладно. Ладно, ладно, увидимся. Всего доброго. Это Тайфун? Да. Ты говорила, подпись это к чему? Что ему нужно? Да, есть у него проблемы с деньгами. Что-то в этом духе. Он в кризис, что ли, возьмет? А тебе зачем расписываться? Ничего не понимаю. Нет, нет, деньги возьмет в долг у кого-то. И для этого нужно расписаться. Ну, я не знаю, а... Чего ты расспрашиваешь? Хорошо, ну тебе зачем расписываться? Столько людей ведь есть вокруг. А что делает отец с этого ребенка? Ой, мы не продумали. Это спасибо, что ты сказала. Нужно, чтобы отец не узнал. Нет, мне кажется, тебе не стоит лезть в это дело. Я серьезно. Вы только начали свещаться, ты его даже не знаешь толком. Боже мой, а... Вот и ты не знаешь, насколько богатым является Тайфун. То есть, получается, все будет оформлено на тебя? Я не верю ему. И знаешь, я даже не верю, что он богатый. Чего ты такая сегодня подозрительная-то стала, а? Ты, кажется, не видела его машину. Ну, не знаю, может, это не его машина? Слушай, мне уже надоело. Ты не думай, я подумаю за тебя. Можно вас? Можно счет? Что случилось? Машина сбила и уехала. Пусть как выздоравливает. В предшественной дороге, видимо, повреждений нет. Пульс слабый. Помогите, доктор. Спасите ее. Давайте, везите ее в операционную. Наконец-то я смогла найти дорогу домой. Еще не слишком поздно, мама. Ты что, хочешь, чтобы я с ума сошла, что ли? Что значит, что не так поздно? Мама, не надо кричать. У меня были задания в школе. Я звонила в твою школу. Ты много часов назад вышла оттуда. Еще не стыдясь, обманываешь, да, меня? Да хватит уже. Да. После школы пошла гулять. Я и не могу, что ли, гулять так же, как мои одноклассники? Твоя жизнь не такая жизнь, как у других. Ты будешь вовремя приходить в этот дом. Ну вот, я же пришла. Знаешь, как я переживала за тебя? Ты не можешь так поступать со мной, Кадер. Ты не можешь быть, как другие. Ясно тебе? Да хватит уже. Я с ума сойду. Мама, хватит уже возиться с нами. Кадер, ты всю свою злость выплескиваешь на нас. Ты несчастна и хочешь, чтобы мы тоже были несчастны. Хочешь разлучить ее с любимым человеком? С ней закончилось, теперь ко мне приступила, да? Кадер, ты перегибаешь палку. Возможно, у тебя сложная жизнь, но у меня тоже нелегкая, понимаешь? И потому, что ты несчастна, все в этом доме тоже не должны быть несчастны. Понимаешь это? Мама, мама, умоляю тебя, не плачь, ладно? Слушай, я знаю, ты так поступаешь, чтобы оберегать нас. Кадер тоже прекрасно это знает. Сегодня просто она немного сглупила, бывает. Ладно? Ладно, ты не плачь. Мы помирились? Давай, не затягивай. Если я говорю, что ничего не будет, то не будет. Доверься мне. Значит, Джунайд все-таки пришел к тебе, да, сам? Ну, я ведь говорил тебе, говорил, что этот план подействует. Ну, а что вы делали? Ничего. Из дома позвонили, он мигом убежал. Боже мой. Интересно, что случилось. Ты бы позвонила, спросила бы. Благодаря тому, что ты испортил мне вечер своими прекрасными новостями, у меня не было возможности. А сейчас я переживаю, слушай. Что такое срочное могло дома произойти? Позвони-ка. Да, Эйлюль. Джунайд, я переживаю за тебя. Что случилось? Надеюсь, ничего серьезного. Я в больнице, Эйлюль. Ты в больнице? Что случилось? Фериде. Попала под машину. Фериде? А в какой вы больнице-то? Ладно. Да, я знаю, это больница. Я скоро буду. Что происходит? Да, Джунайд. Рядом с Фериде. В больнице. Черт подери. Значит, уходя отсюда, увидел ее. Привожь своего прекрасного плана, смог соединить двух влюбленных сердец. Поздравляю. Ладно, не вяка мне тут. Иди туда, пока Фериде не очнулась. Будешь рядом. Да ладно. Какой же ты умный у нас. Мама? Как там отец? Не рискнула к нему подходить? Опять сам себя бесит. Кемаль! Да что, мама, что? Ты исправишь свою ошибку, понял? Ты сделаешь так, что она тебя простит, понял? Я не буду этого делать, отец. Ты это сделаешь. Хватит уже. С тем пор, как ты пришел, я ничего не говорю. Ну, хватит уже. Ты сдержишь слово, которое я дал когда-то Хандан. Ты сделаешь так, что она тебя простит. Ты меня понял? Кто хочет, чтобы она меня простила? Кемаль! Ты вообще кто такой? Мехмед Кемаль, ты вообще кто такой? Ты сын мой. Я руковожу этой семьей. Твое слово в этом доме ничего не значит. Я не позволю тебе все испортить. Мы привязали свою жизнь к этим людям. Сейчас из-за того, что ты разлюбил ее, я не позволю тебе потратить нашу семью ради этого. То есть все из-за денег. Закрой, ебалая. Эти деньги будущее наше. Да ты не учился на эти деньги, а? Да ты не растрачивал эти деньги направо и налево, а? У тебя будет свадьба с Хандан. И точка. Не будешь вякать после моего окончательного слова. Назире, воды принеси. Не перед кем я не буду извиняться, отец. Все кончено. Понял меня? Я люблю другую. Чего? Мехмед Кемаль. Не вздумай стоять ко мне спиной. Вы тоже услышите? Алло, Назире. Я сказал, что хотел, отец. Я люблю другую. Алло, Назире, что происходит там? Хватит! Заткнись уже. Тоже мне любит он другую. Уж не будешь, извини. У тебя будет свадьба с Хандан, Мехмед Кемаль. Это мое последнее слово. Медсестра, она пришла в себя? Она все еще в бессознательном состоянии, доктор вам все скажет. Могу я видеть ее? К сожалению, вам стоит подождать. Доктор вас позовет. Кто же мне он любит? Надо мне тут сказки сочинять. Что ты можешь знать о любви, а? Что ты можешь знать? То, что ты называешь любовью, это ложь и сказка. Папа, хватит. Люди эгоистичные. Никто никого не любит. Может лишь казаться, что любишь. А знаешь почему? Потому что есть лишь взаимовыгодные отношения. Если я убираю от тебя свои руки, да ты сдохнешь с голоду, понимаешь? Что вы будете есть, любимый? Любовь, что ли, свою? Папа, говоришь тебе, хватит, хватит. Ты, возможно, никого не любишь. Возможно, ты и нас не любишь. Но я люблю. И тут не просто кажется, что я люблю. Я от сердца всего люблю, понимаешь? От сердца. Я хорошо знаю, каково это любить кого-то. Но ты этого не знаешь. И если весь мир будет думать так же, как ты, я все равно свое мнение не изменю. Я люблю Бахар. Что ты говоришь? А она тебе тоже надоест. Мехмед Кемаль. Говорю тебе, стой. Усман, ради Всевышнего. Кемаль, сынок, пожалуйста, а? Если ты еще раз выйдешь с этой двери, то больше не вернешься назад. В моем доме есть место только для человека. Если под человеком ты имеешь в виду того, кем являешься ты, отец, если это значит, что я должен ценить только деньги, отец, то меня не жди. Потому что из меня никогда человека не получится. Субтитры создавал DimaTorzok